Добрый день дорогие друзья! В этом видео я вам расскажу какие есть плюсы и минусы торговли с мобильного устройства или планшета под разными мобильными операционными системами. Начнем мы с рассмотрения самой известной торговой платформы, притом она бесплатная. Это торговая платформа от компании MetaQuot, MetaTrader 4 и MetaTrader 5. На данной страничке вы видите что сейчас существует возможность торговать и под операционной системой Windows и под Linux и под macOS и конечно же для мобильных устройств работающих под операционной системой Apple где программное обеспечение доступно через Google Play и через App Store для устройств типа iPad, iPhone. Ну и для Huawei тоже это возможно. устройство этой марки. Значит вы можете скачать торговую платформу с сайта своего брокера, например, вот в компании Gerchek.inco на главной странице. Внизу прокручиваете и видите возможность скачать торговую платформу для MetaTrader 4 и 5 и также есть для Apple и есть для Android. Значит как это выглядит немножко поближе. Значит если это MetaTrader 4, то вот в картинках мы можем посмотреть что нам это дает. Вы можете прямо на своем мобильном устройстве видеть графики тех инструментов которые есть у брокера, накладывать на них определенные индикаторы, там всевозможные скользящие средние, ленты Боллинжера и так далее. Можно видеть онлайн котировки. Прямо на устройстве торговать, выставлять определенные ордера типа на покупку, на продажу прям с вашего мобильного устройства. В данном случае это под операционная система Android. Как вот пишут, что исчерпывающая торговая история, то есть вы будете видеть какой есть баланс, какие средства у вас свободные, какие позиции у вас есть, какие отложенные ордера. То есть все в общем под рукой. Ну и новости. Те, которые предоставляют вам брокер, вы тоже можете читать прям на вашем устройстве. Если у вас это будет планшет под Android, например, то на большем уже экране вы это можете увидеть, скажем так, в таком формате. В принципе то же самое, просто ордер и здесь график. Мнение там разных экспертов и так далее. Вы можете менять таймфрейм, вот пальцем буквально выбираете в таком колесе, на каком таймфрейме вам отобразить график и там дальше все это увидеть. Значит, важный момент. Здесь есть описание о том, какое это все хорошее программное обеспечение. Ну, отзывы можно почитать, некоторые из них довольно таки критичные. Здесь самое важное следующее. Это вот какая версия Android должна быть на вашем устройстве. То есть вот пятая и выше и ну какая версия была, за какую дату и так далее. Ну и размер. Чтобы у вас на телефоне или планшете место было. То есть это для метатрейдера 4 в принципе возможно и неплохо работает. Для метатрейдера 5 ситуация похожая. В том же Google Play, если это устройство под андроидом, вы можете вот увидеть примерно то же самое. Просто метатрейдер 5, он более современный и интерфейс будет немножко отличаться и немного другие типы ордеров. Дополнительные, типа Buy Stop Limit и Sell Stop Limit там тоже присутствуют. Точно так же технический анализ, вот MACD индикаторы, там все возможные направляющие и так далее. То есть вы можете прямо на своем устройстве добавить эти индикаторы и производить анализ и соответственно торговать прямо с экрана вашего устройства. Значит мультиоконный режим, то есть вот у вас здесь как раз это возможно. В четвертом метатрейдере на мобильном устройстве этого не было, в пятом это уже есть. То есть если ваш телефон обладает большим экраном и вам это удобно, то вы можете этим пользоваться. Детальная настройка, графиков и так далее. То есть метатрейдер 5 как на стационарном компьютере, как на мобильном он более, скажем так, современный и имеет больше удобства, чем предыдущая, скажем так, хорошо известная модель метатрейдер 4. Вот. Значит точно так же вы пролистываете в Google Play описание, читаете какой он хороший или плохой, отзывы можете посмотреть. Ну и конечно же тоже обращайте внимание когда было последнее обновление, сколько вам нужно места, ну и какая версия операционной системы в вашем телефоне или планшете необходима. Значит ну а тех кто торгует под айфонами или айпадами, для вас в App Store есть похожее программное обеспечение, которое вы можете вот айфон или айпад выбирать и тоже самое в принципе видеть. Почитали отзывы, посмотрели, если вас все устраивает, а главное если у вас операционная система версии iOS 9 и выше, то тогда программа сможет быть установлена на ваше мобильное устройство, соответственно столько займет и также вот языки какие могут быть. Английский, арабский, вьетнамский, там испанский и так далее. Есть также вот MetaTrader 5 в том же App Store, то есть под айпад и под айфон например. Тоже довольно таки богатый выбор, поэтому в принципе на мобильных устройствах торговать можно, но есть определенные нюансы. Все-таки самый главный нюанс, с которым вы можете столкнуться, это опять же экран и вам нужно выбирать и установку ордеров, может быть стоп-лоссов, тейк-профитов. Если вы это будете делать благодаря сенсорному экрану либо пальцем, либо стилусом, то попасть иногда бывает сложно в ту точку куда вы хотите, ну или все же там чувствительность экрана и так далее. То есть тут все-таки с одной стороны удобство будет присутствовать, что под iOS, что под Android, но с другой стороны за это удобство придется платить маленьким экраном все же. Либо это вам нужен большой планшет. Ну и конечно же все вот эти индикаторы, которые вы здесь видите, их меньше, чем у стационарной версии и конечно же самое главное условие, вы не можете здесь использовать никаких роботов. То есть если вы хотите использовать какую-то автоматизацию, то под мобильное устройство этого сделать нельзя. А вот под стационарным компьютером вы это можете сделать. Поэтому если же вы хотите полноценно торговать, то скорее всего вам нужно рассмотреть вариант подключения к вашему терминалу через удаленный рабочий стол. То есть у вас есть стационарный компьютер, будь он под операционной системой Windows, там Linux или даже MacOS на iOS и там у вас торговый терминал, а вы со своего планшета или телефона подключаетесь и на экране видите уже не урезанную по функционалу программу, а вот как бы ваш настоящий компьютер, рабочий стол и вы уже там можете и роботов использовать и все индикаторы и так далее. Но это, скажем так, тема отдельного ролика. Поэтому если вас интересует торговля через удаленный рабочий стол, какие там есть нюансы, как это все настраивать, то ждите следующий ролик и по этой теме. Но если у вас есть вопросы по мобильному трейдингу, тогда пишите их в комментариях, я на них обязательно отвечу. Всем удачной и прибыльной торговли, не забывайте про стопы и всем удачи. До свидания.